Александр Иванович Куприн Оба овладали несомненным талантом. Федька в области пейзажа, а Васька в сфере серьезной жанровой живописи. Товарищи называли их двумя аяксами, так как они никуда не появлялись друг без друга. Художники минут десять лежали молча. Наконец Васька первый нарушил молчание. «Однако я голоден, как волк зимою», — сказал он мрачно. Федька, которого никогда не покидало врожденное зубоскальство, тотчас же откликнулся. «Ах, очень приятно! Значит, трюфели не окончательно убили аппетит вашей светлости? Ну что же, отлично. Пойдемте к Данону и закажем тебе небольшой завтрак. Как вы находите мою идею?» «Оставь, не раздражай», — заметил строго Васька. «Нет, в самом деле, отчего же-с? Сначала мы выпьем рюмки по две водочки. Может быть, вы предпочитаете английскую горечь? Или лучше спросить рябиношки?» «Не дури, Федор, а на закуску чего-нибудь солененького. Икорки, например, зернистые, знаете, эдак на нее лимончиком слегка накапать. Очень вкусно, не правда ли?» «Балочку бы осетрового!» — вставил Васька, глотая слюну. «Прекрасно! Потом сырком побалуемся свежим, что со слезой бывает. Затем, 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 знаешь что?» «Что?» — спросил Васька, поворачиваясь к товарищу лицом. «Затем съедим устриц десяточков и полтора, и к ним шабли. Ну и к черту, борща бы со свининкой! Фу, какие у тебя фульгарные вкусы, князь! На вас татары глаза вытаращат, если вы борща со свининой потребуете. Если вам так нравятся национальные блюда, закажите себе лучше уху стерляжью. Там ее недурно готовят. Что до меня, я заказываю бульон с греночками. Легко и питательно. Потом, да-да, потом какой-нибудь рыбки, не особенно грубой, стерлядку или форель. Хорошая вещь, форель. Вкусная? Чрезвычайно. После этого пиво. Ах, боже мой, вы убьете меня, князь! Рюмку старого портвейна или доброй модеры больше ничего. Потом по хорошему куску пуляртки, начиненной трюфелями. Довольно, Федька, перестань. Бутылку Ротшильда оставь. Седло дикой козы, прекрати. Кофе, ликеры, десерт, пара гаван! Продолжал выкрикивать Федька. Потом он внезапно остановился и прибавил с грустным искренним вздохом. «Знаешь, Васенька, теперь бы по большому куску черного хлеба сожрать. Хлеб такой мягкий, теплый, да еще бы солью его эдак посыпать хорошенько, а? Страсть хорошо. Да, бы гривенек у кого-нибудь попросить взаймы. Но у кого? Постой, поищем. Булаев, например. Я ему и так должен. Лапшин? В больнице? Илькевич? Этот удавиться скорее не даст. Черт возьми! А у Цапли? Ну вот еще, ты сам говоришь, что Цапля от тебя на другую сторону улицы перебегает. Разве попробовать Жданскому забежать? Они долго бы еще перебирали своих товарищей, если бы их не прервал осторожный стук в дверь. — Хозяйкин муж! — быстро шепнул Федька, закутываясь одеялом. — Спи! Но в комнату вошел вовсе не хозяйкин муж, а какой-то незнакомый господин в сером пальто. Несколько секунд он в недоумении озирался вокруг себя, пока, наконец, не заметил выглядывшего из-под одеяла Ваську и не спросил вежливым тенором. — Господин Воропаев? Васька показал глазами на другую кровать и бурнул. — Напротив! — Это вы-с, господин Воропаев? — поворотился незнакомец в сторону Федьки. Федька приподнялся на локте. — Я действительно-с, Воропаев-с, только, вероятно, в адресном столе вам ошибочно указали не того Воропаева-с. — Федор Леонтьевич? — Да-с. — И художник? — К вашим услугам-с, только я ведь исключительно пейзажист, портретов не пишу. — Очень приятно-с, но я не думаю вам заказывать портрета. Вы мне позволите, надеюсь, присесть и выкурить папироску? — Пожалуйста. — Покорнейше благодарю вас. Извините мне один нескромный вопрос. Не родственница ли вам была покойная Анна Родионовна Воропаева? — Двоюродная тетка. А разве старушка уже того перекинулась? — Да-с. Анна Родионовна умерла месяц тому назад. — И я должен вам сказать, что вы оказываетесь ее ближайшим наследником? — Точно, вы, Двиле. — Не знаю-с, об этом не мое дело судиться, но я именно затем сюда и явился, чтобы предложить вам мои услуги при получении этого наследства. — Нет, это вы как, серьезно, что ли? — Совершенно серьезно-с. За вычетом некоторых расходов на ведение дела вы должны будете получить около двадцати тысяч рублей. — Фу ты, дьявол! — Поэтому, если вам будет только угодно, соблаговолите одеться. Мы с вами заедем сначала куда-нибудь в ресторан, споемся там как следует о наших с вами, так сказать, личных отношениях в будущем, позавтракаем, а затем к нотариусу. Нравится этот вам маленький проект? — Необыкновенно-с. — Затем, если вам только понадобится, — незнакомец полез в боковой карман сюртука, — я и мой бумажник всегда... Он поглядел вопросительно на Федьку. — Благодарю вас потом, — сконфузился Федька. — В таком случае давайте же, наконец, с вами познакомимся. Приподнялся с кровати незнакомец Илья Иванович Шатунов, частный поверенный. Очень приятно. Они крепко пожали друг другу руки. Через две минуты Воропаев, окончивший свой туалет судорожной поспешностью и надев Васькино пальто, уже собирался выйти из дверей вслед за частным поверенным. — Федька! — оклинул его в полголоса, высовываясь из-под одеяла Кобылин. Федька подошел и спросил нетерпеливо. — Ну чего тебе? Говори скорее. — Послушай-ка, вот что, Федька! Кобылин замялся. Он хотел сказать, попроси у этого господина какую-нибудь монету и суть мне ее незаметно. Но, видя нетерпение своего друга, он смутился и прибавил. — Вот что, Федя! — Да, позвольте, а значит, поздравить с наследством. — Ах, только-то! — воскликнул Федька, нервно пожав плечами. — Что же ты меня задерживаешь из-за пустяков? До свидания! Он поспешно вышел, чтобы догнать Шатунова. Васька глядел ему вслед. Более сильное страдание заставило Ваську в эту минуту совершенно позабыть о голоде. 1896 год ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok